всем здравствуйте рада приветствовать вас в очередной раз на новом раскладе тема сегодняшнего расклада будет чему я научился научилась за первые полгода может быть не полгода потому что сейчас все-таки сентябрь наверное за первые 8 7 8 месяцев 2021 года я делаю такие расклады два раза в год ну то есть первую половину года вторую в этот раз я просто задержалась и немножко то есть предыдущие года тоже так делаю напоминаю что может быть даже выложу ссылку вот здесь вот где-нибудь на на то когда я делала расклад какие энергии нас ожидают 2021 году очень интересно смотреть у кого это сбывается как как сбывается я например свой расклад по крайней мере до сегодняшнего момента загадал определенную позицию и все что в принципе говорила касательно энергии не событийность то что я не рассматриваю событийность а именно энергетики года у меня по крайней мере отыгралась не знаю как у вас вот посмотрите и напишите потом в комментариях будет интересно кого проигралась или нет сегодня расклад этот который мы будем смотреть я его сделаю на одну позицию сразу говорю те кто не любит одну позицию да этот расклад сегодня не для вас можете его выключать почему я захотелось сделать на одну позицию потому что хотелось как-то знаете больше углубиться чтобы было больше времени я не переживала о том что вот но есть некие временные рамки не нужно в них уложиться то есть если я хочу посмотреть хочу посмотреть так спокойно с толком с расстановкой поэтому я выбрала на одну позицию то чему мы уже научились что проработали смотреть значит будем на колоде небо и земля а вот и рубашечка известная такая красивая колода также будем смотреть на колоде танец шаманов вот эта вот рубашка одну карту положу то что так неудобно выбрать и вот и на колоде чака специально на темных история где я всегда смотрю сценарий на который мы отработали это вот вот такая вот желтенькая рубашечка почему я показываю с рубашка потому что если кто-то хочет искать колоды и вот по рубашкам их найти намного проще хотя вот все-таки озвучиваю так ну понятно с рубашками и давайте приступим до чему мы научились чему мы научились за первые 7 8 месяцев этого года так что-то двину колоду чтобы легче было мне больше места мы с вами посмотрим чему научились видно надеюсь что да чешка жезлов тоже зуб эрофант о чем говорит пятерка жезлов а пятерка жезлов как и все пятерки соответствии с древа жизни кстати напоминаю кто не смотрел этот курс рекомендую в описании скорее всего под этим видео есть ссылка на мои услуги если вы ведете по ней там увидите описание этого курса стоимость как можно его приобрести вот он подходит не только коллега пторологом но и вообще всем нам рекомендовано просто его изучать для того чтобы понимать какие энергии в нашей жизни отыгрываются и очень много дополнительной информации если мы действительно хотим углубиться и понимать себя так вот пятерка жезлов все пятерки у нас находится в реги бура это сфера справедливости ей соответствует марс поэтому все пятерки у нас согласно геометрии завершают малый так скажем цикл да это некая цикличность вот плюс ко всему это внутреннее наше состояние это внутренняя борьба пятерка жезлов из всех аналогичных пятерок самая такая достаточно позитивно и в данном случае она говорит о некой внутренней борьбе конкуренции да когда внутри себя мы не могли найти никого такого успокоения да то есть было настолько разногласия внутри нас сами да то есть где-то нас иногда что-то сподвигало двигаться и одновременно сразу появлялась какая-то мысль которая говорила о том что нет так не нужно да то есть внутренняя конкуренция внутри нас самих собой иногда пятерка жезлов говорит о вызове который мы можем бросить самим себе да на что мы способны брать себя иногда на слабо в общих моментах когда я рассматриваю пятерку сори пятерку жезлов она у меня говорит о коммуникации то есть главный урок чему вы должны были научиться по крайней мере ну либо научились уже либо находитесь в процессе за первые полгода это общению общению в котором вы приходите именно пониманию того как правильно доносить свои мысли оппоненту таким образом чтобы быть понятым то есть не бояться не подстраиваться под других людей что вдруг мы их обидим да то есть это своего рода тоже проявление эгоизма потому что мы очень часто додумываем за других людей иногда мы что-то не говорим просто потому что мы боимся вдруг мы обидим этого человека вдруг еще что-то вот и возник в такие моменты надо задавать себе вопросы всегда а кто решает да кто решает почему мы решаем за другого человека обидится он или нет да почему мы берем на себя ту ответственность которая возможно да у кого-то есть и позитивные намерения но тут происходит еще такой момент что в этих позитивных намерениях мы не даем другому человеку развиваться если мы все время о нем заботимся оберегаем охраняем тату мы не даем и лишаем возможности человека пройти какой-то определенный свой урок поэтому мы вправе и ответственны лишь только за себя самих и вот этот урок мы проходили внутри себя вот эту бесконечную борьбу до сомнениях потому что было очень много разных мнений внутри нас да очень много разных каких-то осуждений убеждений до исходя из нашего прошлого опыта и воспитания и внешней среды которая на нас влияла поэтому один из уроков по пятерке жезлов это коммуникация это умение двигаться дальше не желая оставаться в некой такой стабильности стагнации когда все хорошо да когда мы уже привыкли то есть пятерки жест жестов предшествует четверка же слов говорящие о празднике об удовольствии радости и в какой-то момент мы застреваем не желая двигаться дальше потому что мы понимаем что любое развитие любые перемены любые изменения они приносят нам некий такой дискомфорт а в этот дискомфорт добровольно идти достаточно сложно так вот пятерка жезлов нам напоминает как раз таки об этом что невзирая на те удобства на тот праздник души так скажем который присутствует в данный момент нам надо двигаться дальше и какими-то может быть революционными мыслями да может быть каким-то вот этим вызовом который мы бросаем сами себе и бросаем берем себя на слабо мы двигаемся вперед поэтому один один из уроков чему мы должны были научиться да и здесь каждый находится на своей ступени кто-то уже прошел этот урок кто-то сейчас его проходит кто-то уже осознает что мне это не хватает да то есть это вот был один из акцентов что еще умение да по ту же уже слов умением находить и прислушиваться к своим каким-то идеям новым здесь вот прям знаете ощущение того что возможно в предыдущих годах да возможно даже в этом году было такое ощущение что вот не хватает движения до было очень застойная такая энергия не хватало огонька не хватало какой-то искры чтобы нас зажгла да вот именно на удовольствие на желание жить на наслаждение жизнью не смотреть на нее просто как знаете вот это вот восприятие о когда будет выходные когда будет отпуск когда будет то и другое и тем самым мы пропускаем всю всю жизнь по сути да и не живем так вот в этом году один из уроков это как раз таки понимание до менее проживать момент и ощущение того что вам не хватало энергии так вот в этом году в эти первые месяцы до первую половину так скажем года один из уроков очередной который вам нужно было пройти это уметь зажигать себя с одной стороны уметь прислушиваться к своим идеям мыслям и реализовывать их возможно искать какие-то новые мысли идеи импульсы то есть не знаете доводить как говорится дома пришла какая-то идея пришел какой-то импульс порыв развивать его или по крайней мере прислушиваться то есть не не игнорировать так как было раньше и вообще вот это вот желание жизни она очень ярко пробудилась возможно какая-то ситуация предшествовала этому когда а в конечном итоге вы осознали что каждая ответственность за свою жизнь и вот есть такое знаете вот как бы как глоток свежего воздуха что ли я хочу жить возможно еще раз повторюсь то что была какая-то ситуация и появилось вот это вот желание да что я хочу же для себя вот и слово жизнь здесь ключевое и почему-то у меня ассоциируется с воздухом да именно с вдохом не выдохом а вдохом очень много света очень много яркости какая-то вот чистота до перерождение что ли как будто бы вот открылись глаза на какие-то вещи и появилась но опер ситуация прояснилась с одной стороны а с другой стороны появилось вот желание двигаться да именно движение может быть кто-то впустил свою жизнь достаточно количество движения то есть физические нагрузки либо просто пешие походы может быть кто-то танцы какое-то движение вот здесь вот движение да должно было появиться возможно я бы по натуре такой не не то чтобы особо подвижный человек да поэтому и чтобы прийти к балансу вот здесь вот было необходимо просто начать больше двигаться да здесь еще идет импульсы какие-то да у меня может быть частенько у кого-то ногу судорогой сводит не вот на либо знаете как импульс и глаз подергивается да так это частенько такое может быть хорошо и еще один урок то что вам надо было пройти я не могу сказать сто процентов мы прошли это или нет хотя тема расклада то чему вы научились но как уроки мне здесь показывает пока вот эти вот три аспекта это был эрофант эрофант у нас один из аспектов эрофанта к ключевое слово это именно правда правда познание некой такой истины и она одновременно сопровождается и как из выхода из мира иллюзии то что мы сами себе на придумываем поэтому вот в контексте этих трех карт до этих трех арканов если читать то здесь такое ощущение что как будто бы мы в первую половину года учились либо учимся говорить знаете вот не скрывать какую-то правду не бояться не бояться быть собой изменять свое мировосприятие да то есть выходить за рамки привычных каких-то своих убеждений то во что мы верили разрешайте позволять себе чуточку больше и в разговоре то есть вот у меня ощущение того что вот это вот правильность да и вот этот перфекционизм который присутствовал вашей жизни он вам порядком поддостал и вот в этом году вы как будто бы по-другому захотели выстраивать свою коммуникацию с миром и с людьми то есть убирать вот прям появилась вот это желание убирать маски то есть уже нету вот страха что я могу показать свое настоящее истинное лицо и что вот меня кто-то будет осуждать здесь вот первично стали ваши ценности ваше внутреннее мироощущение проявляться с другой стороны по эрофанту какие еще уроки но здесь возможно кто-то действительно находил чему-то обучался да здесь также вопросы непосредственно связанные с религией вопросы связанные с законами как законы в рамках государства да как-то были очень активны эти моменты так и законы небесные здесь было желание углубиться в себя до больше разобраться в себе кто-то прорабатывал сценарии таки достаточно жесткие догматичные может быть здесь были кто-то прорабатывал какие-то сценарии с людьми более старшего поколения которые как-то вот настаивали на своих взглядах и они были в разрез вашему мировосприятию и вот вы учились но пример приведу просто может быть у кого-то я родители достаточно такого приклонного возраста и осознание понимания что с одной стороны этого человека уже не изменишь точно так же как и нас независимо от возраста с другой стороны как-то надо было с этими родственниками дали бы с родителями договариваться и вот обычная привычная модель была до все время где-то угождать поддакивать а тут появляется такое вот ощущение что почему я должен это делать да безусловно уважение присутствует но и себя как-то ущемлять тоже уже не хочется то есть с одной стороны здесь вот какой-то знаете революционный ощущение какого-то революционного такого подхода что все я уже устал я уже не хочу но при этом в рамках дозволенного и в рамках морали то есть без каких-либо там оскорблений но вы знаете четко отстаиваем свою позицию первые полгода кто-то действительно пошел на обучение кто-то больше уделил время самому себе кто-то здесь знаете вот не то чтобы перейти а изучала хочется сказать больше тему непосредственно связанную с браком но не в теории да то есть там я не знаю каких отношений я хочу как что а вот здесь у меня такое ощущение что может быть кто-то даже и в институт из какие-то вот высших до школах институтах но образования до получали знания непосредственно каким-то образом связаны с истории истории семьи вот как то так да может быть кто-то занимался своим геологическим да или как он там древом да то есть узнавал своих предков да кто был в одной семье кто-то был другой семье да полине там бабушки дедушки как то вот и все что связано с предками все что связано с семьей все что связано с традициями кто-то возможно здесь проходил вот поскольку фонит здесь как-то у меня религиозные вот эти вот понятия да кто-то возможно для урока проходил взаимоотношения с партнером противоположного вероисповедания и столкнулся с огромными трудностями сложностями возможно кто-то даже здесь не переезд а как знаете как будто бы вы как-то столкнулись я не знаю может быть в отпуск куда-то съездили до где-то вот в другую страну с другим менталитетом либо как-то познакомились с людьми не обязательно личные отношения дали бы дружба за за завелась у вас людьми которые инакомыслия да и здесь не обязательно общие принятые да вот религия которая присутствует здесь могут быть даже и язычество то есть все что связано каким-то образом сферой то что вам немножко чуждо и вот через это инакомыслие да вы как будто бы изменилась здесь ваше мировосприятие да то есть ваши взгляды вы как будто бы допустим то что были фанатичны но вот прям безоговорочно верили до этом не знаю кто в кого верит и потом случилось какое-то знакомство какая-то ситуация и вам как будто бы открылась какая-то может быть тайна хочется сказать и вы увидели какие-то недостатки то во что вы верили ранее и одновременно открылась дверь какие-то новые знания другой какой-то религии до другой какой-то веры и вы понимаете как будто бы произошло некое перерождение в вашем сознании и вы поняли что все уместно да что все одновременно и едино и противоположно то есть вот как-то вот это вот концепция в вашей голове она немножечко изменилась да то есть ваши взгляды как-то изменились и вы стали более воспринимать но не так как бы так сказать догматично конкретно то есть есть вот только вот такая правда и больше ну другое не имеет смысла быть на а здесь вы как будто бы расширилась ваше сознание и вы допускаете сейчас какие-то другие иные взгляды эти они могут касаться не только религии да они могут касаться всего где есть какая-то разница между вами и другими людьми вот здесь вот какое-то понимание очень глубокий урок вы прошли inside хочется верить что вы его вот прям осознали хотя для кого-то он просто по рассказному мельком и вы даже но не поняли этого давайте вот еще еще парочку карт посмотрим что еще чему чему вы теперь посмотрим не какие уроки выходят а чему вы действительно научились ну смотрите разрушать вот я говорила о сознании так вот башня у нас как разки и говорит про изменение нашего сознания когда мы разрушаем старые ожившие ненужные нам уже программы то есть то что вот мы и верили в детстве например когда нам мама говорили не там не разговаривай с чужими людьми там тебя украдут и так далее вот это вот как-то записалось нашей памяти и уже неосознанно мы как-то остерегаемся незнакомых нам людей потому что сценарий остался программа причем она подкреплена не не единожды да очень хорошо такой крепил укрепилась в нашем сознании и непонятно почему вот это вот неприятное ощущение какая-то да настороженность по отношению к незнакомым нам людям она осталась так вот такого рода такого формата даже сценарии вы понимаете что они уже не 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 эффективны они не работают и вот здесь вот умение по башне умение разрушать ненужных нам ненужные нам сценарий умение башни нам говорит о том что знаете мы находим в новом понимании здесь должно происходить некое такое очищение очищение как в прямом смысле да может быть только действительно проходил какие-то ритуалы чистки а может быть кто-то чистил действительно свое сознание в контексте от того что вот это уже не нужно да постарался убрать какие-то привычки на то что уже мешало да вот иногда бывает груз очень много знаний которые мы не применяем на практике да и вот они лежат этим грузом на ментальном нашем теле да и у нас вот это вот ощущение некой такой тяжести да я не могу двигаться слишком много знаю а применить это нигде не могу потому что ну во первых и не нужно кому-то допустим даже и нам самим да ну то есть очень много информации вот здесь вот было некое такое очищение как вынос мусора ненужного в прямом смысле да кто-то также разрушение это могли быть связаны непосредственно и с вашим жилищем да то есть домом что еще у нас проходит по башне по башне у нас разрушается и очищается все то что мешает нашему развитию на дальнейшему развитию вообще я могу сказать что первые полгода исходя вот уже из этих четырех карт они были направлены на то чтобы изменить вас причем изменить так достаточно через вмешательство высших сил да то есть где-то вы возможно потеряли путь где-то вы под застряли но вот это вот ощущение того что вмешательство были неожиданные да может где-то неприятны может быть ссоры какие-то может быть конфликты но они всегда были на благо почему потому что после ссор у вас как будто бы всегда открываются глаза да вы как будто бы я не знаю знакомитесь с человеком напротив вас как-то по-другому вам кажется почему я тебя раньше не знал да то есть как будто бы люди снимают маски и вы видите их настоящие лица ситуации проясняется а башня говорит у нас о том что мы не должны идти в крайности то есть нам нами не должна не должны управлять только эмоции либо холодный разум да а вот именно в должной степени должно произойти слияние нашего бессознательного и сознательного но это очень высокий уровень но если говорит но на более простым до языком то что нам не нужно то что уже отжила да это должно быть разрушена поэтому какие-нибудь конфликты расставания почему у кого-то здесь мы проигрывается реанимация но это вот очень очень точно не знаю почему и это вот было почему-то во благо не знаю почему но у кого-то может быть машина сломалась и только потому что надо было давно ее поменять я понимаю что это принесло кучу неприятностей и сожалений да кто-то вкладывался в ремонт но здесь вопрос не и в том что вам нужно было что-то отремонтировать а здесь вопрос том что по башне у нас должно произойти полнейшее разрушение это не то что вот вы так сказать все что можно заклеить да давайте мы заклеим то есть если там база поломалась не надо склеивать ее эти кусочки нужно пойти купить новую вот здесь вот про это такой такой урок у вас у вас пришло понимание то есть если вы изначально видите что что-то не работает не надо это тянуть до предела надо сразу от этого избавиться потому что ну ничего хорошего из этого не получится какой еще урок вы прошли за первые полгода королева педакли королева педакли говорит нам о том что вы научились а больше ценить здесь мне не идет энергетический формат знаете как-то заботой внимание там замужество и такое как обычно говорят по королеве педакли здесь мне идет знаете ценность когда мы понимаем ценность себя мы понимаем насколько безусловно эмоции это прекрасно это яркость эта красота это краски жизни но здесь как будто бы вы поняли впервые что именно заземленность да когда мы ходим ногами по земле они парим воздухе потому что мы не устроены таким образом это вот стала приносить вам удовольствие то есть вам стали приносить удовольствие какие-то более земные более практические моменты вам стало как будто бы начали ценить я не знаю кто то просто тарелку обеда да вкусно 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 приготовленного обеда кто-то домашнюю например еду начал ценить кто-то просто прогулки до расслабления кто-то начал и разрешил себе меня не знаю массажа да всевозможные практики которые связаны с телом ощущение здесь того что и вы как будто бы начали понимать ценность земной жизни и стабильность вот стабильность знаете в контексте фундамента что вы не парите воздухе а у вас есть некий такой фундамент и раньше возможно у вас не было какой-то привязанности к земле может быть да кто-то много путешествовал тут появилась вот этого желания хочу знаете жить на земле может быть у кого-то такое тоже да то есть не где-то в квартире а именно в собственном доме то есть появилось желание и осознание ценности земли как таковой может быть для кого-то в практиках да кто-то стал практиковать землей непосредственно на какие-то практики там я знаю спа процедуры с грязью там либо еще что-то что-то что кому-то начало нравится копаться в огороде выращивать цветы и выращивать знаете вот какие-то свои овощи но не не на автоматизме а вот знаете как будто вот приносит вам какое-то удовольствие что вот я посадил я получил подбит блин как это классно у меня это получилось знаете вот это вот внутреннее ощущение маленького бога что я мог это сотворить здесь изменилось ваше внутреннее ощущение вы уже не воспринимали не воспринимаете вещи как саму собой разумеющиеся понимаете здесь вы вкладываете какую-то ценность что еще и королева кубков но вы смотрите здесь опять-таки если вы женщина да потому что иногда смотрят мужчины если вы женщина то здесь понимание того что вот наслаждение своей какой-то мягкостью знаете что вот иногда как будто бы к вам пришла какая-то мудрость да с одной стороны королева педрак и с другой стороны королева кубков это как две стихи очень близкие родственные так как мать и дочь вода и земля да потому что вода поливает землю и земли мы получаем плоды да она становится изобильный вот так же и вы стали изобильные вы как будто бы научились не управлять эмоциями а как-то сдерживать их что ли то есть как только вы понимаете что будет сейчас чрезмерно как-то эмоционировать да вы себя заземляете вы себя останавливали понимаете что это ни к чему хорошему не придет если я хочу получить какое-то удовольствие пусть она будет фоново да вы это делаете не насильственно да это не контроль это некое такое украшение что ли своих эмоций здесь ощущение того что вы научились быть более мягкими принимающими вы уже не бегаете не торопитесь не спешите куда-то как было раньше больше здесь понимание времени знаете вот как будто бы замирание какое-то на мгновение чтобы просто подышать посмотреть вокруг до насладиться природой больше стали бывать на природе здесь произошло такое очень интересное очень красивое изменение возможно у кого-то и формах произошли изменения да они стали более мягкими более округленными что ли женственными не в контексте лишнего веса или там с лимфой что-то связано опухоли опухоль не не раковая не виду а когда человек пухнет когда много вот воды и еды вот хотя такое тоже может присутствовать да там сдутия какие-то нет а здесь вот какие-то знаете появились мягкие линии движения ваши стали более плавные стали более не то чтобы гибкие а вы стали даже еще лояльнее в каких-то местах больше идете на уступки потому что глубоко внутри себя осознаете во-первых разнообразие мира во-вторых ну зачем с кем-то там кому-то что-то доказывать когда можно уступить сэкономишь энергию и не знаю может быть даже какое-то удовлетворение оппоненту понять что вот его точка зрения тоже имеет место быть то здесь понимаете вы как будто бы стали больше обтекаемыми уже не идете не ломитесь на пролом иное качество вот так скажу да то есть после вот этого разрушения очень важного очищения а в своей жизни как в прямом так и в переносном смысле вы стали другим человеком вы изменился ваш характер изменились какие-то ваши качества давайте посмотрим еще хотя принципе даже по этим картах и достаточно для меня чтобы рассказывать вам как вы изменились но все равно давайте посмотрим на колоде таро шаманов чему еще вы научились за это время шестерка луков ну вот умеренность посмотрите какая красивая умеренность и рыцарь жестов чему еще вы научились во первых по шестерке луков двигаться в будущее идти как-то за своей хочется сказать мечтой за своей судьбой за своим узнаете вот эти вот чайки да чайки ведь они на море а море у нас это опять-таки стихия воды это состояние это чувство и здесь такое вот ощущение до чайки для меня это вот прям как душа лодка плывет до вне стоит человек и она по небу по небу плывет в своем каком-то направлении причем плывет не так как обычно потому что здесь мы видим самолета он идет в одном направлении а здесь лодка плывет как-то в другом ну кроме того что она по небу до плывет а не по воде ощущение того что вы идете как-то иначе именно по своему пути чувство что вы научились идти своей дорогой не не так как все не случайно эта карта падает под коммуникации и разрушением да вы как будто бы разрушили то как вы общались раньше с другими людьми и вы идете своим путем то есть если вы хотите что-то сказать вы уже знаете ну не боитесь а какое это последствия будет иметь на других людей то есть вы говорите потому что это ваша точка зрения и если даже она расходится с точки зрения другого человека это его проблемы как он будет ее воспринимать до при условии того что вы относитесь уважением человеку высказывайте свою точку зрения свое мнение вам уже не страшно понимаете здесь вы научились идти своей дорогой научили слушать себя то что вы хотите внутри то что вас ведет знаете на зов своего какого-то внутреннего путеводителя и это с одной стороны вас самих удивляет это приятно вам приятно потому что вы идете в потоке вам легко стало у вас нет вот этих трудностей соответствовать каждому думать вот отключился этот процесс мыслительный на когда вы за всех все думали все сценарии продумывали вот это все ушло вот это вот лишнее наносное ушло осталось только то что вы хотите вы про это говорите если это кому-то созвучно вы найдете единомышленников если нет значит вы просто идете по своему пути по своей жизни своей лодке плывете замечательная карта чему вы научились умеренность вы научились наслаждаться собой посмотрите какая красивая карта девушка очень прям такая энергетика у нее не знаю кто из вас им под если можете почувствовать обалденно и такое знаете вот расслабленное состояние некое блаженство вот это вот карта излучает энергию блаженство кроме того что здесь бабочки до перерождения перерождение как будто бы омовение до очищения в очередное точно так же как крестинок крестинок до момент очищение когда сакральный смысл когда человека погружают под воду да не просто воду а именно под воду и окунуть его для того чтобы он переродился чисто символичное переродился рождение вода это внутри утробные вот эти вот воды в матке когда ребенок находится внутри утробы своей матери вот это та же аллегория воды и вот здесь вот то же самое происходит некое такое знаете перерождение когда теперь я наслаждаюсь собой какая бы я не была и вот таким вы стали какие уроки вы проходите вот здесь мы видим здесь человека до мужчину который наблюдает наблюдает за каким-то знаете интимным моментом удовольствие наслаждения жизни когда мне жизнь в кафе мне от этого хорошо и мне все равно наблюдают за мной не наблюдают это моя жизнь и я ее проживает так хочу вот у меня ощущение еще раз повторюсь что что-то вот здесь вот по иерофанту произошло какое-то вот новое рождение новый импульс в вашей жизни что что-то в вашем сознании осветилась какая-то часть я не знаю какая-то вспышка что-то произошло в вашей голове что полностью изменило ваше мировоззрение коль вы так легко стали относиться к тому что вот жизнь это удовольствие жизнь это наслаждение чем больше я могу быть в этом состоянии именно гармонии баланса уравновешивания до внутреннего вот это вот кайфа что ли но здесь не яркие краски здесь это все фоном проходит да это не то что вот прям меня наполняет потому что любая эмоция это есть искажение независимо на позитивное или бы негативно она так или иначе для выравнивания будут вызывать противоположную эмоцию здесь же баланс да здесь полное удовлетворение я никуда не спешу я никуда не тороплюсь фоновое блаженство идет и здесь дальше у нас по рыцарю жезлов огненному до костей мы видим здесь как будто будут после этого перерождения да вот эти вот красный цвет он продолжает и здесь бы да это змея это мудрость и маленький ребенок который осадил змею а смысл этого аркана говорит а знаете с одной стороны а открытости некой такой знаете доброте это маленький ребенок который не осознает рисков до что он сидит на змея а змея может быть очень хитрая а с другой стороны она огненная она активная она очень яркая и ребенок здесь получает удовольствие то есть вы получаете не иногда даже знаете не осознавание не осознавая какие-то а риски да как говорится на свой страх и риск вы сейчас учитесь жить заново то есть вы даже не понимаете к чему вас это приведет но у вас есть внутренние вот этот вот зов внутреннее желание пальцы довериться попробовать оседлать эту змею до с одной стороны знания мудрость а с другой стороны хитрость с третьей стороны это энергия до к удалению удаление энергия к удалению жизни что есть непосредственно сама жизнь да то есть вот здесь вот это вот метафора оседлать жизнь до довериться жизни и пускай она меня выведет куда выйдет но здесь ребенок в полном доверие к этой жизни с открытыми руками с улыбкой на лице он наслаждается для него это новизна он ее принимает это вот ваше состояние то к чему вы пришли сейчас и наверняка до этого было все иначе это то чему вы научились давайте посмотрим теперь какие сценарии негативные вы проработали и какие новые апрели что у нас там по времени есть так а никакие негативные сценарии проработали ну вот смотрите проекции жадности и жалобы проекции то есть с этим вы очень хорошо работали то есть мир если мы здесь говорим о доверии непосредственно и здесь про веру у нас говорилось на вера доверие проекции сценарий вы четко осознали что мир это вот ваши проекции кто-то из вас возможно и работал с этим до непосредственно осознавая либо наблюдая за тем как мир реагирует на то что происходит внутри вас то здесь был как раз таки такой период когда кто-то может быть закрывался удалялся когда не было какой-то активности и это время вам дано было то есть это не обязательно 8 месяцев прям полностью а вот это время дано бы какой период может быть был дан вам для того чтобы вы стали более наблюдательными за собой то есть что вы порождаете по сути на ваше внутреннее состояние которое зеркалит внешний мир а она показывает что вы порождаете своими мыслями своими состояниями на вы как творец что вы порождаете с другой стороны сценарий жадности он говорит еще и об эмоции где был некий такой перекос на между тем что вы принимаете и что вы отдаете где уже модничаете не только на деньги я говорю здесь в общем в том числе и на эмоции да где был перекос либо вы отдавали очень много и взамен ничего не брали и как следствие этот сценарий отражался и на финансовом аспекте и на межличностных отношениях и как следствие на здоровье на был перекос то здесь вот вы как минимум если вы не проработали то как минимум вы уже об этом стали задумываться и наблюдать где я сам либо сама нарушаю закон и иду в перекос где отдаю больше это может быть и во всем примеры например где вы в диалоге больше говорите и меньше слушаете либо наоборот с какими людьми вы вообще молчите ничего не говорите а надо высказаться а вы только молчите молчите человек очень много говорит то есть перекос вот это принятие и отдачи до 2 энергии вот вы о них по крайней мере если не напрямую то косвенно уже задумались может быть через какие-то другие сценарии да если например не выстраиваются хорошие отношения то там было уже вот как раз таки как зерно посеяно то что где-то там нарушен баланс где-то вы что-то делаете не так и вот как раз таки в купе с картой проекции в отношениях да у вас как раз таки был такой партнер либо где вам как рекомендации говорилось о том что вы должны зеркалить своего партнера этим самым вы обучаетесь то есть если ваш например партнер нарцисс либо эгоист а вы такой достаточно мягкий человек под покладистый отдающий вот эти две карты они краски говорят о том что этот человек вас учат такой достаточно эгоистичной позиции чтобы вы утвердили чтобы также любили себя как и он он является вашей проекции противоположны и учит вас на краски он и показывал вам что вы очень много отдаете и мало берете и вот эти вот две карты они краски говорят как совет рекомендации к вам взаимодействовать с таким человеком то есть поступать так как он поступает с вами не в контексте того что он хамит и я буду хамить нет а если он допустим куда-то исчезает исчезайте вы не надо допустим там писать и заинтересоваться что и к с одной стороны с другой стороны мешало бы коль я сейчас вспомнила прочитать если вы не читали бестселлер женщины с венеры мужчины с марса дает огромное понимание того как устроен может как устроено мужское мышление да что нужно какие потребности есть у мужчины какие потребности есть у женщин и вот это вот понимание когда мужчина отдалять он удаляется не потому что ему женщина приел а он отдаляется потому что у него это необходимости не надо за ним бегать ну то еще сейчас не буду пересказывать книгу но очень много интересного вы сможете для себя отследить кто уже читал можете снова переслушать либо освежить свою память так вот третья как раз таки карта она и говорит допустим про жалобы жалобы где вы жалуетесь смотрите обычно поскольку это негативный сценарий нам сложно это принимать да и особенно если мы по своей натуре достаточно сильные люди то нам сказать что мы на что-то жалуемся такого быть не может но если мы будем наблюдать за своей речью до что мы говорим то мы увидим что не бывает ни одного дня когда мы не говорим о своем состоянии здоровья неважно плюсом или в минусе в большинства у нас начинается с того что что-то допустим я там поела и у меня там что-то желудок разболелся да или ой что-то я устала у меня ноги болят это тоже жалобы своего рода в данном случае на здоровье здоровье это что это как раз таки проекции да это нашего психологического состояния поэтому жалобы они не в прямом смысле могут быть что мы кому-то на что-то жалуемся а это может быть и наша речь что очень важно отслеживать что мы говорим и как мы говорим обычно люди которые действительно идут в новой и желают быть здоровыми то как минимум стараются в течение дня меньше говорить о своих болезнях больше говорить о своем состоянии прекрасного гармоничного состояния здоровья то есть жалобы это тоже один из сценарий возможно кто-то наоборот идет в другую противоположность мы же выживем мире двойственности да и поэтому у нас идут перекосы кто-то наоборот не умеет просить о помощи да кто-то не умеет попросить о поддержке кто-то держит наоборот все в себе и поэтому когда есть люди вашем окружении который начинает жаловаться вас начинает это драконить и вывешивает почему потому что вы не позволяете себе эту слабость вы не позволяете себе с кем-то поделиться например потому что у вас накипело либо вы не позволяете себе сказать что-то быть таким открытым как другой человек и поэтому то что вы видите вот это вот слабость до другого человека который постоянно жалуется вас это выбешивает опять-таки это тоже один из сценариев которые нам показывают что если в нашем окружении есть люди жадные есть люди которые жалуются то стоит задуматься почему они находятся в нашем окружении не в контексте только того что это есть внутри нас это всем известно а в контексте того почему мы до сих пор держимся за этих людей почему эти люди до сих пор в нашем окружении да то есть как минимум стоит задуматься почему в нашем окружении присутствуют такие люди почему продолжаем с ними общаться и что мы можем сделать для того чтобы это улучшить и чтобы закончить все-таки на позитивной ноте так сейчас и подвину повыше карты мы посмотрим с вами какие все-таки родились позитивные сценарии негативные мы посмотрели опять-таки не могу сказать что мы их проработали все да потому что достаточно серьезные такие истории темные как говорит колода вот но по крайней мере над этими работой над этим работаем задумываемся что уже идет нам в плюс но все же есть что-то позитивное да на чем я и хотела бы завершить ты вытащу три карты посмотрим светлые какие-то карт и истории которые уже вот это вот проработанное вот это вот прям сто процентов будет у нас мы обозначим как проработанная в нашей жизни до сегодняшнего момента у нас выпало вдохновение у нас выпала красивая жизнь и у нас выпала милость такое прям ощущение что как дополнение не негативных сценарий но все же чему мы уже научились ну во первых мы научились вдохновению помните я говорила о том что у нас перемены в жизни произошла и мы вот здесь вот еще по умеренности научились получать удовольствие от жизни да то есть по крайней мере мы осознали как это да не факт что у нас прям 24 часа в сутки мы находим в это находимся в этом ложественно по крайней мере мы уже какие-то минуты соприкоснулись с этим состоянием у нас есть уже с чем сравнивать и к чему стремиться так вот вдохновения да это то чего вы научились во первых вы научились себя вдохновлять то есть выходить из какого-то застоя до выходить из каких-то конфликтных ситуаций внутренней борьбы то есть вы вот эту вот внутреннюю борьбу коль вот на этой колонну выпала да вы научились изменять это состояние внутренней борьбы самого себя неудовлетворения на то чтобы вот эту вот энергию перенаправить на вдохновение она вдохновиться что-то до зажечь в себе какую-то иску чтобы не негативить самого себя а перенаправить эту энергию на что-то хорошее да да что-то позитивное яркое с другой стороны вот это красивая жизнь она вот прям очень очень хорошо показывает вот эту вот карту прямо смотрите красивая жизнь красиво жить не запретишь говорит как говорят здесь мы видим и дельфина да как олицетворение некой некой некого счастья такого до плюс ко всего дельфины считались в древней греции спасателями душ то есть и проводниками да то есть они указывали путь так вот здесь как будто бы вот эта красивая жизнь то чему научились вы научились спасать свою собственную жизнь да здесь мы видим еще ангелы нарисована девушку и человека очень похоже здесь какие-то цветы но они похожи вот как будто бы на сердечко да и рыбы вокруг рыбы это во первых может могут быть и финансы это могут быть и эмоции да то есть красивая жизнь изобильная жизнь наполненный посмотреть сколько сердечек внутри него да когда я нахожусь именно в избытке посмотрите вот здесь меня переполняют состояние и здесь это то чему вы уже научились не зря я сказала ранее что вы по крайней мере были у вас такие минуты до когда вы ощущали себя наполненными и будете стараться то есть ощущение того что вот этот опыт у вас появился а если появился этот опыт единожды значит вы уже можете применять его научиться жить в нем как можно дольше но и вот здесь вот мы говорили про королеву кубков я говорила про гибкость мягкость вспомните принятие вот милость да здесь она с этим как раз и связано вот здесь вот негативный сценарий у нас был жалобы а позитивный но буквы все равно у вас зеркально идут поэтому наоборот но не суть милость до быть более милостовым то есть быть принимающим вот как это человек не в контексте я я сдался да и ничего но уже ни с чем не борюсь а милость это знаете такое вот опять-таки исходя из этой и этой карты это вот когда я наполнен да условно говоря то я достаточно милосердный то есть у меня не возникает какого-то негатива у меня не возникает вопросов критики потому что это более низкие вибрации когда ты находишься достаточно высоких вибрациях единственное желание которое у тебя появляется это как минимум обнять все что тебя окружает это что себя не окружает не возникну не невзирая на то это материальное либо не материальное то есть вот это вот ощущение любви просто когда ты находишься хороших позитивных высоких вибраций поэтому могу сказать что вы научились возможно вот устранение уединения которое у вас было оно пошло вам на пользу да потому что через него вот прошло какое-то очищение и вы пришли именно к этому состоянию что жить хорошо и жить прекрасно вот на этой ноте позитивные я остановлюсь сегодня прям такой очень хороший качественный канал был и информации было прям очень много мне кажется что каждый из вас найдет для себя те крупицы не обязательно поскольку расклад очень не обязательно чтобы все совпадало но достаточно чтобы хотя бы какое-то слово зацепило вас потому что именно она и даст вам семена которые прорастут это будет то что необходимо именно вам а я с вами прощаюсь не пропустите анонс прямого эфира приходите с вами пообщаемся я это сделаю с огромным удовольствием и желаю вам всего самого наилучшего всем пока пока